здравствуйте приветствую вас в двадцать третьем уроке видео курса landing page для начинающих и в этом уроке я хочу поговорить о мобильном меню вашего сайта воду news мы с вами уже делали мобильную версию сайта но не рассматривали мобильное меню как правило если вы часто заходили с мобильного телефона на какой-либо сайт если данный сайт имел мобильную версию то он имел вид вот примерно вот такого плана как правило шла в шапке сайта какая-то такая некая полоска и некий значок в виде вот таких вот горизонтальных линий в этом уроке мы рассмотрим как сделать такое выезжающее меню то есть смотрите если я навожу мышь и кликаю у нас выезжает страницы которые могут вести на любые другие страницы либо это могут быть якоря и так далее мы с вами уже затрагивали этот элемент это у нас библиотеке мини приложений и это у нас раздвижные панели конечно же после моих уроков вы уже наверное догадались и сможете сами сделать подобное меню но все же я хочу показать это тем кто не знает как это сделать то смотрите мы делали например сайт в этом значит режиме мы создали телефон и зашли в телефонную версию то есть и здесь непосредственно будем делать меню наш данный меню я удаляю и делаю заново значит переходим библиотеке мини приложений берем значит раздвижные панели перетягиваем смотрите сразу выставляем закрывать все чтобы закрывались панели и пока так и оставляем я выравниваю меню так чтобы у меня направляющий слева сверху заговорились красными линиями это значит я прижал данную библиотеку краям и правой части за ползунок тоже тяну и прижимаю удаляю ненужные элементы оставляя лишь одну кнопку выпадающую выделяю текст удаляю так сразу я хочу чтобы был немножко пошире у меня шапочка удаляю текст можно конечно использовать там например еще слово меню но мне больше понравился только со значком давайте сначала разберемся с цветами значит я удаляю все рамки всевозможные которые могут быть они нам тут не нужны таким вот образом и цвет пипетка беру отсюда и немножко делаю его светлее так у нас активное состояние белое можно также поменять цвет и сделать наоборот темнее так и курсор над кнопкой у меня стоит белым также беру отсюда и немножко делаю светлее белую область пока оставим белым и давайте кликаем два раза так чтобы у нас замигал курсор выбираем значит шрифт big boss icon напоминаю что это шрифт иконок конечно сюда можно вставить и картинку картинку вот этих вот полосок горизонтальных какую-нибудь красивую иконочку но помните это мобильная версия и как правило на мобильных телефонах интернет не очень быстрый и чем меньше вы будете использовать графики в мобильной версии тем быстрей он будет загружаться у конечных пользователей в мобильных устройствах конечно же нам нужно стремиться к тому чтобы уменьшить графику и использовать больше html css то есть это все что мы здесь делаем шрифты инструменты прямоугольники и как можно меньше вот таких графических элементов и так значит выбрали шрифт big boss icon идем в глифы и ищем что-то похожее для меню вот здесь есть такой значок он такой же как и был в демо что я вам показывал выбираем его здесь кликнув по нему и сворачиваем здесь глифы и так он у меня здесь сразу делаем ему размерчик 30 я сделал оставляют цвет наверное белый и смещаю все это дело вправо и нам нужно здесь немножко задать ему отступ вот таким образом смотрите что происходит если идем предпросмотр я кликаю меню выезжает и у нас двигается контент а именно картинка логотип adobe news это у нас вот здесь вот настроечки нужно поставить галочку перекрывать элементы ниже тогда такого не будет то есть элементы будет перекрываться все которые тут находятся нам осталось разместить сами менюшки смотрите вот в эту область а если вы еще не догадались можно перетаскивать не только инструмент текст или инструмент прямоугольник а также мы можем использовать библиотеки мини приложений и мы можем туда перенести вот такой например меню то есть просто мышкой тянем и сюда перетаскиваем то есть это просто как вариант какой вам удобно какой лучше я буду делать инструментом текст как в принципе мы уже что-то подобное делали для компьютерной версии сайта до выбираем инструмент текст и я рисую вот так тяну чтобы у меня был такого же размера как шапка сайта до выбираю инструмент выделения и теперь мне надо его поместить внутрь здесь нужно немножко так поджать чтобы у нас подсветилась именно рамка что мы этот объект текст и поместили именно прям вот в эту область выпадающего элемента вот таким образом и так как он у меня получился шире у меня вот эта часть улезла я теперь двигаю обратно и размещаю таким образом наверху немножко оставляю зазор здесь тоже прижимаю по краям чтобы появилась красная линия и управляя стрелками на клавиатуре немножко поднимая вверх текст в область чтобы осталось от верхней шапки где-нибудь пиксель или два небольшой зазор потому что заливка у нас это текстовой области будет такая же например как здесь а при наведении будет чуть светлее так давайте на этом этапе посмотрим что у нас получается цвета конечно можно поиграться вот таким вот образом у нас практически все готово и так нам осталось дать название этой кнопки кликаем два раза чтобы у нас курсор стал там мигать и пишем название вашего меню я пишу страница 1 двигаю по центру размер делаю наверное чуть побольше и надо немножечко это все сместить в центр точнее не в центр отступить от верхнего края чтобы у нас снизу и сверху были одинаковое расстояние и соответственно здесь надо поменять цвет наверное белый будет смотреться лучше предпросмотр и у нас отлично получается все давайте дальше немножечко меня здесь можно еще отступить вот так вот и теперь нам нужно продублировать наши подменюшки столько сколько нам нужно ну я сделал как в примере еще две поэтому я выделяю выпадающую область нашего мини приложения и немножко отступаю выделяю текстовую область зажатым альтом я копирую аккуратненько двигаю вниз отпускаю сначала мышку потом alt еще раз сжимаю alt и копирую уже третий раз аккуратненько предпросмотре у нас разные расстояния между кнопочками нам нужно расстояние как наверху поэтому здесь выделяем сначала второй элемент текстовой области и пододвигаем их таким образом чтобы у нас немножко осталось расстояние вот таким образом и осталось еще снизу нам немножко поджать вот эту белую область вот примерно вот так принципе наше меню готово с чем я вас и поздравляю теперь остается повесить сюда ссылки на страницы если конечно у вас тут еще есть страницы именно в мобильной версии да вы создаете страницы а потом просто выделяете объект и вот здесь выбираете нужную страницу также и якоря мы это с вами уже проходили и не забываем когда вы здесь закончили все свои работы вот так вот оставить меню свернутым а только потом делать публикацию в интернете если вы опубликуете в раскрытом виде она так и будет находиться по умолчанию на этом я заканчу данный видео урок и увидимся в следующем наверное трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адобе мюс без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пейдж делайте их круто а